Текут трубы, да, это называется задача на производительность. Задача на производительность, по своей сути, это те же задачи, что задача на движение. Так, задача на движение и на производительность, для них удобно сначала составить таблицу, да. Вот если на движение мы пишем там VTS, да, скорость, время, путь, то на производительность, ну, почти то же самое, да. Только здесь будет не S в данном случае, а объем, да, он заполняет. Время все равно тоже будет временем, да. А здесь будет некая скорость. Скорость или ее там производительность как раз называют, да. Ну, давай все равно скорость ее назовем. И давайте ее заполним, да. Значит, объем у нас в литрах, видим. Минуты и литры. Значит, здесь у нас минуты. Соответственно, здесь литров, литры в минуту. Литры в минуту. И теперь зарисуем. Первая труба. Значит, у нас есть некая первая труба. И, значит, должна быть еще вторая где-то. На 3 литра воды в минуту меньше, чем вторая. На 3 литра воды в минуту. Если говорится в минуту, а скорости говорится, да. Сразу смотрим. Меньшую мы сейчас возьмем за X. Кто у нас меньше? Меньше, чем вторая. Значит, первая будет меньше. Вторая будет больше. На 3 литра. На 3 литра, значит, X плюс 3. Скорость. Дальше идем. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба? Первая труба. Если резервуар объемом 108, она заполняет на 3 минуты дольше, чем вторая. Значит, один и тот же резервуар. 108 литров. Я так понимаю. 108 здесь и 108 здесь. И вычисляем время. Все. Обычно, если два столбца заполнят, третий просто по форме. В данном случае, это делим на это, будет время. Здесь сразу пишем 108X, а тут 108 на X плюс 3. И теперь, скорее всего, вот эти две величины, сейчас будут дополнительную столбию, будут сравниваться. Мы их сразу вот сейчас вот так сделаем. Мы их вот так сделаем. Мы их положим на весы. Вот эти две величины. На весы. Одну величину сюда, другую величину сюда. Больше будет вот эта величина. Это будет меньше, потому что у нее знаменатель больше. Она меньше. Значит, вот это сейчас перевешивает на весах. Чтобы уравнять, надо вот к меньшее сейчас что-то положить. Да? А это зависит в или на предлог. Если на, мы что-то прибавим. Если в, что-то умножим. Смотрим в условия. Если первая труба, вот этот резервуар, она заполняет на 3 минуты дольше, чем вторая. На 3 минуты дольше, чем вторая. Вот это у нас вторая. Значит, это на 3 минуты быстрее. Значит, 3 минутки мы сюда прибавим. На сказано на, значит, 3 прибавим. Все. Теперь это были не равны, а сейчас мы весы уравняли. Они показывают одно и то же значение. Вот весы, значит, с двумя чашечками. Все. Теперь мы превратили это условие в уравнение. И его просто решаем. Просто решаем. Там уже это, в принципе, дробно-рациональное уравнение. Можем вот, опять же, как пойдем? Мы пойдем, домножим на знаменатели, на общий знаменатель. Левую и правую часть уравнения. В данном случае x и x плюс 3 домножим. Так, здесь у нас появляется, домножаем, вот, дополнительный множитель будет x плюс 3. Так понятно, да? То есть, x сократится. Да, я все... А почему бы такому сделать? Я то же самое, в принципе, примерно так сделал. Ну, сейчас посмотрим, может, где-то ошибка была. Здесь тоже x, x плюс 3. И здесь у нас x, соответственно, да, и получается 108x плюс... 3 на 108 это 324 равняется... Значит, тут аккуратно, тут скобку надо рассказать, а потом 3 умножить. Значит, x квадрат... Я вот это раскрою и напишу. Это x квадрат плюс 3x, на самом деле, да? Получается, 3x в квадрате плюс 9x. И еще тут 108x. Мы ушли таким образом от знаменателей. Просто сейчас квадратное уравнение у нас получится. Ну, давай вправо закинем все. О, кстати, вот, приятная вот вещь. Вот эти штучки уходят, видишь? Одинаковый знак, если я перенесу, не вычтутся. Станется плюс 9x минус 324 и равно 0. Так. И решаем квадратное уравнение. Посмотрим. Ну, можно вот так, для привычности. Так, кстати говоря, на 3 делится, на 3 делится. А это на 3 6 плюс 3. Признак деления на 3. Сумма, если все сложил, будет 9. Тоже на 3 делится. 9. Значит, давай-ка все на 3 сначала поделим. Чтобы было приятнее. x квадрат плюс 3x минус... Ну, 324 мы получили как 108 и умножили на 3. Как раз оно 108 и будет. Ну, а сейчас уже, наверное, придется дискриминант, да? b квадрат. Значит, 1, 3 и минус 108. Коэффициенты b квадрата. Значит, 9. Так, 9. 9 минус 4, 1 и еще минус 108. Так, это получается 9 плюс, да? Вот тут 2 минус 1. Сколько? 4 на 8. 32. 432. Плюс 9 будет 441. Это, наверное, 21 в квадрате у меня такое подозрение. Ну, можно это проверить. Ну, да, это 21 в квадрате. Ну, и все. x у нас будет минус 3 плюс минус 21 делим на 2. Ну, с минусами нам сразу не подойдет вариант, да? Поэтому мы только один вариант оставляем. Минус нам в баню не нужен. Нет пишем. Остается минус 3 плюс 21 пополам. Это будет сколько? 18 на 2. Девятка. Все, мы нашли x, но это еще, может, не ответ еще вовсе, да? То есть, вот это мы нашли. Это равно 9, да? А это, кстати, равно... Все, посмотрим, что спрашивают-то. Так, сколько литров воды в минуту пропускает первая труба? О, это как раз оно и есть. Это вопрос был задачей. Это вопрос был как раз задачей. Все, значит, это и есть наш ответ. Ответ можем смело писать 9. Значит, стандартная таблица на производительность по типу на движение. Первая, вторая труба. Два поля пишем. x меньший. Сюда добавляем. Третье поле вычисляется. Ложим на весы оба элемента. И уравниваем дополнительным условием. К меньшему. Либо прибавить, либо умножить. Все, и дальше решаем дробно-рациональное уравнение. Сначала избавляемся от знаменателя, домножив на общий знаменатель. Ну и потом тролливалить или делить. Типа квадратное уравнение получилось. Все.